Когда дети идут в первый класс или же подростки на свой следующий класс и когда вам дают расписку о том, что вы даете согласие на работу психолога с вашим ребенком или же на психолого-педагогическое сопровождение сразу там на год или вообще иногда вот такие нам расписки родители показывали, что если когда ребенок в первый класс приходит, что психолог до 11 класса без согласия родителей имеет право вмешиваться только на основании вот этой вот одной расписки согласия, которую дали один раз всего лишь. Вот, поэтому не подписывайте такие бумаги, которые дают, так скажем, безграничную власть над вашим ребенком. Информированное добровольное согласие родителей это вот как раз таки защита вашего ребенка от той информации, о которых вы хотите там уберечь или же вы хотите, например, знать, что в отношении вашего ребенка проводят. По идее, по идее, на любую манипуляцию, на любую получается, например, там тест, если какой-то проводят, психтест или собирает информацию про вашу семью конфиденциальную, да, защищенную согласно Конституции или еще какую-то иную информацию или собираются вашему ребенку просвещать по поводу там секс-просвета под видом репродуктивного здоровья или собираются вашему ребенку давать информацию по поводу, что он не мальчик, не девочка, а гендер, как хотели в 2022 году в школьном примете глобальной компетенции. То есть на каждую манипуляцию у вас должны брать согласия для того, чтобы вы знали, что проводят в отношении вашего ребенка, для чего его проводят, куда результаты этих тестов или для чего эту информацию для вашего ребенка дают. То есть первоначально вы, как родители, должны со всем этим ознакомиться. И только после этого вы даете согласие. То есть не так, вы сейчас, ваши дети пойдут в школу, не так, что один раз в год вам вот эту расписку написали, не глядя, многие родители расписываются, даже не подозревая, что, ну, какую власть они над вашим ребенком, ну, вы сами даете. Давайте я немного расскажу, какую же власть над вашим ребенком вы даете, подписывая вот это согласие сразу на год или сразу же на весь учебный период, пока ребенок ходит в школу, по тем законам, которые были приняты у нас в Казахстане. Смотрите, по поводу психтестов. С 2000, где-то с 2007 года первоначально вот у нас начали раздувать тему, вот сейчас вы видите же, когда какой-нибудь случай берут, раздувают, а потом, ну, для принятия закона. Точно так же, с такой же технологией у нас в Казахстане внедрялись вот эти психтесты в школах. Вначале начали говорить о том, что при снижающем тренде суицида начали говорить о том, что у нас сплеск суицида. Вот с 2007 года примерно, по моим наблюдениям из СМИ, вот такой вот сплеск прошел. Хотя, если статистику посмотреть, был снижающий тренд с 90-х годов. Затем всякие дорожные карты принимали, между прочим, те дорожные карты, которые принимал наш Казахстан, они, ну, то есть наши специалисты, так скажем, без внедрения извне, они срабатывали. Ну, например, оказалось, что большинство случаев, когда дети заканчивают жизнь самоубийством подростки, это было из-за поступления в университет, это единое национальное тестирование. То есть это был такой большой стресс. Когда этот вопрос отрегулировали и плюс начали блокировать вот такие всякие, кстати, вдруг появившиеся везде такие программы, которые программируют детей, ну, чтобы он закончил жизнь, да. Вот когда начали прокуратуру ограничивать эти программы в соцсетях, снижение сразу же пошло. Но международные специалисты, а именно с международной организацией ЮНИСЕФ сообщили, что нет, это была прямо статья в газетах, что не это причина суицида, причина суицида это нарушение психического здоровья, это депрессия и тревожность. То есть вот такой вот постулат о том, что не самими первоисточниками бороться, да, а просто это, это просто нарушение психического здоровья. Нарушение психического здоровья это и есть психиатрия. С 2010 года у нас в Казахстане это начало прям хорошо прям внедряться. В 2011 году у нас был принят, был принят пилотный проект, в пяти областях его провели. В 2014 году в августе месяце, как раз 10 лет тому назад, 20, после 20, вот там 3 дня или 2 дня был международно-психиатрический съезд. На этом международно-психиатрическом съезде как раз таки психиатры выступили о том, что вот в пяти областях провели вот эти психтесты, то есть прям в школах раздавали вот эти психтесты, которые проводили психологи, по результатам которого выявляли группы риска, так называемых депрессия и тревожность. Затем этих детей, и вот как раз таки на вот этом международно-психиатрическом съезде начали говорить о том, что надо дальше этих детей отправлять на лечение, на психиатрическое медикаментозное лечение. И как раз наш министерство здравоохранения на тот момент был министром Кайрбекова, она говорит, да, это будет исполнено. Выступил международный психиатр, как раз таки ответственный за внедрение этой программы у нас в Казахстане, Марка Саркопония. Вот он выступил и вот эти результаты пилотного проекта озвучил и заручился поддержкой нашего правительства о том, что вот эти психтесты, которые в пяти областях были проведены, они будут внедрены по всему Казахстану. В 2015 году был принят приказ об этом, и в 2017 году были пилотные проекты по всему Казахстану, кроме пару областей, насколько если память не изменяет, это Костанайская и Павлодарская области, и частично Алмата не приняли. Именно наши специалисты эту программу, получается, не приняли. Почему? Потому что сами психтесты, они наталкивали на суицид. Ну то есть, там примерно такие вопросы были. А как бы ты это сделал, и там способы, как бы он это сделал, какие виды бывают, какие виды наркотиков психотропных бывают. Я там, когда его читала, впервые в жизни, сама, ну, просвещалась, так скажем. То есть, это, по сути, был способ, как можно было закончить. Естественно, если ребенок никогда об этом не задумывался, прочитав эти психтесты, он, ну, уже вот, инструкция, получается, к самоубийству. И вот три области наши тогда отказались, поручили это фонду Белем Фаундейшн, и по всему Казахстану они его провели. Ответы от тех областей, где эти пилотные проекты были проведены, они у нас есть. Ну то есть, это не голословные слова. Как это происходило? Просто приходили в школы, брали какую-нибудь группу, в основном подростков, где-то там от 10 лет до 16 лет, раздавали, брали согласие у родителей. Родители даже не задумывались, им говорили, ну это же польза для ваших детей. Мы узнаем, они, как бы, есть склонность к суициду или нет. И родители подписывали. Только вот в Шымкенте, например, где-то 45 тысяч, вот если память не изменяет, где-то около 45 тысяч у них брали согласие. Только 2 тысячи родителей отказались. Остальные родители, они подписались по вот этому пилотному проекту. То есть, добровольно они участие приняли в этом пилотном проекте. То есть, это был даже не закон. Это был просто пилотный проект. И по результатам вот этих психтестов, превенции суицида, этих детей отправили врачам общей практики. Как раз таки в это время у нас в Казахстане хотели принять, ну, в последующем приняли, чтобы обычные врачи могли ставить психиатрические диагнозы, в том числе вот эта депрессия-тревожность. Как раз таки вот эти психтесты, они построены на том, чтобы выявлять вот эту депрессию-тревожность у детей, у подростков. То есть, если ребенок там на какой-то вопрос не так ответил, или еще на какой-то, да, или в тот период, в тот период он в таком состоянии находился, не знаю, с кем-то там поругался, то тогда эти тесты могли бы, ну, могут показать. И по результатам этих психтестов детей отправили в психиатрию, и некоторых детей пролечили психотропными препаратами, некоторых детей пролечили в психиатрических больницах. Это вот по пилотному проекту, это даже не был закон. Затем в 2018 году Казаларду выбрали как пилотный проект. И по результатам, то есть, ЮНИСЕФ провел совместно с этим былим фаундейшеном, и также вот эти психтесты взяли согласие у родителей, часть родителей отказались, большая часть родителей, подавляющее большинство родителей согласились. И вот этот именно результат, отчет пилотного проекта Казалардинской области, его взяли за основу для того, чтобы его внедрить, и это чтобы легло в основу нашего закона. Кстати, вот по этому отчету они еще гордились на международных всяких психиатрических съездах. Вот так вот в Казахстане успешно обкатали психиатрический проект в школах. Вот. В 2018 году этот психиатрический проект, пилотный проект закончился. У нас в январе прошел международный съезд психиатрии в Казахстане, куда приехали руководители американской, насколько вот, не изменяю память, американской ассоциации психиатрической, там вот эта всемирная ассоциация психиатрии, они вот приехали, и как раз на этом съезде вот этот наш пилотный проект в Казалардинске, он был, его презентовали и сказали, что вот это успешный опыт, его надо не только в Казахстане это расширить, но и по всему миру. Вот. И в 2019 году, за основу, взяв этот отчет Казаларды и те пилотные проекты, которые у нас, так скажем, были обкатаны во всех регионах с 2011 года, они были приняты в нашем кодексе о здоровье народа. Это статья 91, 92, 91 это школьная и дошкольная медицина, под пункт 4, пункта 2. И статья 92, репродуктивное и психическое здоровье детей, ну подростков от 10 лет получается. И статья 167, где хотели, чтобы обычные врачи, врачи общей практики, или же врачи первичной медико-санитарной помощи, ПМСП, сокращенно его называют, чтобы они могли ставить все психиатрические диагнозы. Дело в том, что это, знаете, это такой фильтр убирается. Это очень сложно обработать миллионы детей, да, которых будут отправляться из школ. Психиатрические больницы, то есть столько специалистов не хватает. Поэтому одновременно у нас, это я в проектах Сороса видела, одновременно у нас продвигался проект, чтобы обычные врачи, именно врачи ПМСП, могли ставить психиатрические диагнозы. И тогда нас всего несколько человек было, вот активисты Казахстанского союза родителей, мы тогда совместно вот уже бились по поводу этого кодекса здоровья народа. И мы тогда отвоевали вот эту статью 167, что обычно врачи не могут ставить все психиатрические диагнозы. Но им оставили так называемые 8 диагнозов пограничные, то есть вот это депрессия и тревожность. А вот эти психтесты в школах, как раз таки, они направлены на выявление депрессии и тревожности. И затем вот этих вот детей будут уже направляют к этим врачам общей практики. То есть не к психиатрам, а к врачам общей практики. Еще аргументом, чтобы именно это ставили психиатрический диагноз врачи общей практики, в аргументации было такое, что врачам-психиатрам не доверяют. И поэтому эти полномочия по постановке психдиагноза необходимо передать обычным врачам. Наши врачи, особенно я когда читала вот этот отчет Казларды, наши врачи общей практики, когда им детей отправляли со школ для постановки психдиагноза, они сопротивлялись. И вот как раз там Юнисов пишет, нужно преодолеть, чтобы вот эти врачи спокойно могли ставить вот эти психдиагнозы, чтобы они не сопротивлялись. То есть оказывается сопротивление среди наших обычных врачей есть. Но так как это уже в законе принято, да, статья 167, то навряд ли они сейчас могут этому сопротивляться. И сейчас только сами родители могут следить за тем, чтобы не поставили просто так вот эти диагнозы вашим детям. То есть вот эти за информированным добровольным согласием вам нужно следить, потому что это уже вменили в обязанность обычным врачам. То есть если со школы вашего ребенка по результатам психтестов медработник направляет к врачам общей практики, либо к психиатрам, знайте, что если не к психиатрам, вот такое, ну это же врачи общей практики, ничего страшного. Нет, это страшно, потому что статья 167 Кодекса о здоровье народа вменила им обязанность в постановку психдиагноза. Вот. И затем это вот, это было внедрено в наш Кодекс о здоровье народа. Потом эти психтесты, сейчас вот какая-то своего рода такая ротация идет. Еще хотела сказать, за психологов до 2023 года они относились к кокематам. Почему? Потому что вот эти пилотные проекты, они же финансировались из местного бюджета. И соответственно психологи, это вот мои выводы, что скорее всего это так, что эти психологи, пока все это было в режиме пилотного проекта, они относились к кокематам, именно психологи школ. После того вот, когда вот Балиева за Киева, тот закон касательно прав детей, вот где протащили понятие буллинга, травли, да, ну там тоже, кстати, это связано с психиатрией, но это тема не сегодняшнего нашей конференции. Об этом я могу, если хотите, отдельно рассказать. И вот как раз в этом законе было принято, что теперь психологов передают, получается, в Министерство просвещения, то есть в республиканский бюджет. После того, как кодекс о здоровье народа был принят, то есть психологи в ведомстве Акиматов, они уже были, так скажем, не так интересны. И так как уже этот проект стал, это уже стал не проектом, это уже стало программой государственной, соответственно, финансирование уже идет из республиканского бюджета, поэтому психологов передали в Министерство просвещения. Ну, то есть вот такие вот хитрые, получается, схемы были сделаны у нас в Казахстане. Поэтому только родители, сейчас вы можете защитить своих детей. По каждой манипуляции, которую проводит психолог в школах, у вас должны брать согласие, и вы должны настаивать на этом, и вы должны знать, и вы должны сами решать, нужно это вашему ребенку или нет, для чего это проводится, куда результаты тестов от нее уходят. Потому что последствия могут быть катастрофическими. Давайте я раньше, когда во время кодекса здоровья народа, когда кодекса здоровья народа в Казахстане принимался, я приводила опыт зарубежных стран, где такие проекты были приняты. Я говорила, как только эти программы, программы, так называемые управление гневом, превенция суицида, были внедрены в школах, то тогда всплеск сразу же массовых убийств в школах возросла. Потому что дети под психотропными препаратами, у них агрессия как бы, либо она идет внутрь, либо вовне. Если оно вовне, то у них огнестрельное оружие доступ имеется, они приходили и расстреливали, получается, своих одноклассников. Многочисленные расследования показали, что за этими массовыми расстрелами, убийствами и самоубийствами стояли как раз такие приемы вот этих психотропных препаратов. И то есть вот эта связь, как только эти программы заходили, как только дети начинали принимать психотропные препараты, сразу же вот этот всплеск начинался. И у нас же теперь наш опыт. Ну вот, например, возьмем тот же Петропавловский случай, когда мальчик пришел с топором. Он же как раз лечился от депрессии. Мы писали по этому поводу, чтобы сделали расследование по программе вот этих психтестов, и мы поставили вот эту депрессию. И потом он лечился психиатрической больницей, и под воздействием психотропных препаратов он пришел с топором в школу. Или же в 2014 году из СМИ тоже ребенок под психотропными препаратами, ручкой, получается, увечья сделал своему однокласснику. Это вот тоже этот ребенок был под психотропными препаратами. Или же еще какие юридические последствия могут быть. Вот к нам в фонд приходит очень много случаев. Вот, например, вот недавно мы взрослому мужчине помогли, он содержал семью, у него водительские права, он в психиатрию не обращался спокойно, мужчина жил. И вдруг у него, когда истекли срок водительских прав, он пошел продлевать, и ему говорят, ты состоишь на психучете. Он такой, как? Я не мог состоять на психучете. И обращается в психиатрический больницу, выясняется, что когда-то, он потом у нас вспоминал, рассказывал, говорит, да, он был таким хулиганистым мальчиком, мама спокойная, не знала, как с ним справиться, повела его в психиатрическую больницу. Это 90-е годы было. Его не ложили в психиатрические больницы, ему не давали, слава богу, психотропных препаратов, но его поставили на психиатрический учет. И вот ему сейчас там уже под 40 лет, и вот последствия таковы. А если бы он, например, там в 20 лет решил бы на госслужбу пойти, а у него там, например, уже в деле было бы, к примеру, что он когда-то к психиатру обращался, что он состоит на психиатрическом учете. Все, у него крест на всю жизнь. Это он только на водительские права, да, вот как бы его ударило. Ну, таковы были последствия для него. Есть еще другие последствия. Это вот наши кейсы, казахстанские наши кейсы. Вот тоже мальчик, он вот выпил, отец ругался, он выпил снотворное, и он говорит, у меня не было мысли о суициде, я узнал о суициде только потом, когда меня поместили в психиатрические больницы, что у меня типа попытка была. У меня разболелась, говорит, голова. Я видел, что родители, когда у них болит голова, пьют вот эту таблетку. Я выпил, говорит, где-то 2-3 таблетки. Сестренка это увидела, и сообщила в страхе это своим родителям. Те тут же вызвали скорую помощь, мальчика поместили в психиатрическую больницу. Это вот после 2010 года было. Его накачали психотропными препаратами. Он говорит, я растолстел, я стал еще хуже учиться, я стал как овощ. То есть его последствия, потом, говорит, вот такая какая-то такая внутренняя агрессия. Ну, то есть вот такое вот появилось. Он говорит, да, вот этот парацетамол, или что он там выпил, у меня, говорит, не было такого состояния. Я начал матери жаловаться, и мама, говорит, потихонечку меня сняла с этих препаратов, и мое состояние, говорит, оно улучшилось. Но после, как его сняли с психотропных препаратов, улучшилось не как до было, а вот во время приема ухудшилось состояние, и потом после, как он закончил, у него улучшилось. И потом он, этот мальчик, ему он уже не мальчик, он уже взрослый мужчина, вот после 20 лет он решил поступать, он решил дальше идти, и оказалось, что он состоит на психиатрическом учете. Все, крест. То есть... А теперь, представьте, если, как один врач-невролог говорит, если препарат психотропно попадает в организм ребенка, хотя бы раз это врач-невролог американский писал, который вот за всеми теми последствиями, когда в школах давали психотропный препарат, он в этих вскрытиях участвовал, когда дети погибали, да, и вот он пишет, если хотя бы психотропный препарат или какой-нибудь другой препарат попадет, ну, и другой имеется в виду, психиатрический попадет в организм вашего ребенка, С этого момента начнутся реальные умственные и физические отклонения у вашего ребенка. То есть это не мои слова, это американского врача-невролога, который неоднократно участвовал во всех этих вскрытиях, где дети погибали после вот этих употреблений. Притом они же не употребляют один, потом дают два, потом три, потом четыре и умирали. И нашим вот этим отчетом Юнисовском, Казалардинском 2018 года, там как раз международные организации рекомендуют нашему Казахстану, чтобы вот этот закуп психотропных препаратов и транквилизаторов для детей, оно было в ГОМПе, то есть в государственном медицинском обеспечении бесплатном. И чтобы на одного ребенка запланировано было 10-15 долларов в месяц на одного ребенка вот этот психотропный препарат. Ну это большие деньги, это большой бизнес. Вот сколько, вот 10, около 6 миллионов детей, вот точно не могу сказать, но примерно. Даже если 10% детей взять, это 600 тысяч, умножьте на 10-15 долларов в месяц на одного ребенка. Это сколько будет в денежном эквиваленте. Вот. Это то, что касается психотестов в школах. Поэтому, еще раз повторюсь, родители, держите за свое информированное добровольное согласие. Сами вот эти образцы заявлений в школы на казахском, на русском языке вы можете найти на канале Казахстанского союза родителей, вы можете найти на канале, телеграм-канале нашего фонда, общественного фонда Хургау. И там также есть инструкция, как его подавать. Вот. Теперь следующее. По поводу психолого-педагогического сопровождения. Тоже это чуть-чуть истории. Психолого-педагогическое сопровождение у нас его в Казахстане также внедрял фонд Сорос. Внедрялось это для детей, ну как для инклюзии. Ну то есть в основном у нас почему-то, когда говорят инклюзию, сразу же представляют детей аутистов. На самом деле инклюзия это означает не только дети аутистов, это дети инвалиды, плюс еще дети, которые, как это в западных странах, это вот, это в отчете Сорос это написано, это в том числе те дети, которые, ну как, эти гендерные идентичности не совпадают, да, ну то есть, кто как себя объявил. То есть инклюзия, как внедрение в обычную среду необычных детей, если вот такой вольный перевод, если такой сделать. Но у нас его внедряли через детей аутистов. Естественно, никто этому процессу у нас в Казахстане не сопротивлялся, потому что, ну есть те дети, которые могут быть адаптированы в школах. И как раз для вот этих вот детей у нас в Казахстане начали усилять позиции психологов, роль психологов, социальных работников для того, чтобы этих детей можно было адаптировать для обычной среды школы. Соответственно, это никакого сопротивления ни со стороны госорганов, ни со стороны родителей это не вызывало. Но однако в 2022 году, в январе месяце, когда был принят приказ о психолого-педагогическом сопровождении, о самом понимании, то есть это уже начало распространяться не только на детей, так скажем, инклюзивных, да, но и в том числе на всех детей, то есть имеющих трудности в обучении. Но где вы видели стопроцентного гения, который не испытывает трудностей в обучении, да, то есть вот это психолого-педагогическое сопровождение стало автоматически распространяться на все стопроцентных детей. Об этом мы в прямых эфирах всегда говорили. И теперь вот этот закон, который вот 15 июня вступил, 2024 года, закон о защите прав детей и женщин, да, как раз таки в этом законе приняли, что вот это психолого-педагогическое сопровождение теперь распространяется не только на детей, так скажем, ну, кто нуждается в инклюзиве, да, а на всех детей. Ну, то есть вот эта конечная цель, она была достигнута. Это было вот 15 июня 2024 года, этот закон вступил в законную силу. Поэтому родители еще раз, то есть вот этот 2024 год, школа, вам нужны все те заявления, согласия, которые вы ранее подписали, все пересмотреть, еще раз попросить. И еще раз повторюсь, на каждую манипуляцию у вас должны брать согласия, а не так один раз в год вы там дали согласие на психолого-педагогическое сопровождение вашего ребенка. То есть они должны вам обосновать, где трудности ребенок испытывает, почему ему именно психолого-педагогическое сопровождение требуется. То есть это не должно быть автоматом на всех детей распространяться. Ну, все-таки эта школа же не психиатрическая больница, да, поэтому нужно, когда вот оно не должно автоматом на всех распространяться. И поэтому, чтобы оно автоматом на всех не распространилось, родители-то ваши теперь обязаны за всем этим следить. Вот это вторая тема, которую я сегодня хотела поднять. Третья тема, теперь третья тема, это моральное разложение наших детей, впоследствии, которое приведет к моральному разложению всего нашего общества. Это тоже психиатрический проект, и понаблюдав за источниками в СМИ, за опытом зарубежных стран, я прям точно, четко увидела, что это психиатрический проект. Как это моральное разложение внедряется в странах? Первоначально в школах заходят так называемым секс-просветом. У нас где-то 99-х, 98-х в школы заходили под секс-просветом через программы Сороса. Говорили о том, что вот есть ранние беременности, есть передающие, ну, то есть, какой благовидный предлог для этого внедрения? Что есть ранняя беременность, инфекция передающая половым путем. Естественно, когда таким образом это родителям предоставляют, родители с этим соглашаются. Но на самом деле под этим подразумевается мы, когда вот эти тесты в март 2023 года, вот эти тесты по секс-просвету, которые раздавали в астанинских школах, мы когда его изучили, это инструкция, по сути, по вот этим секс-извращениям. То есть, вы знали ли вы про вот такое извращение? Ну, я так, чтобы YouTube не заблокировал, говорю, как секс-извращение, да? А вы знаете, что вот есть такие секс-извращенцы, что это норма, что вот такие, вот такие, вот такие. То есть, пока ребенок 10-летний или 14-летний читает вот эти вопросы секс-просвета, он уже просвещается обо всех секс-извращениях, которые существуют. И более того, если у ребенка не было, он 10 лет, я когда читала эти вопросы, я была в ужасе. То есть, я себя представляла 10-летней, 14-летней, у меня даже в голову такие вопросы не происходило. Когда я закончила отвечать на все вот эти вопросы, у меня уже зацикленность была на сексе. То есть, я считаю, что если вот хотят просветить детей, это нужно просвещать родителей, пусть родители уже просвещают своих детей. Потому что я помню, вот 14 лет, школы, представьте, вспомните себя. Есть те девочки или мальчики, которые уже 14 лет очень развиты, а есть те, которые еще дети. То есть, такая информация в такой вот грубой форме, которая предоставляется, она не очень, ну, не очень, не очень хорошо. Более того, там учат не тому, не моральной нравственности, да. Мы как были воспитаны, нас учили на нравственности, о половом воздержании, о том, что нужно строить отношения, высокие чувства. Мы же не животные, чтобы нас только, говорить нам только о сексе, да. Соответственно, одно из, как для того, чтобы удерживать, так скажем, вот эти ранние беременности, это нравственность. Это нужно обучать нравственности, а не так, что вот есть секс, вот вы, главное, предохраняйтесь, вот нужно вот так пользоваться, вот так вот контрацептивами пейте, вот так вот так. Занимайтесь, главное, пользуйтесь средствами защиты, хоть с 10 лет занимайтесь, а с 10 лет уже и вот этих детей просветили. Когда в зарубежных странах такие программы зашли в школы, сразу же пошел всплеск ранней беременности и ранних абортов, потому что об этом стали говорить. И дети стали об этом с друг с другом общаться, понимаете. То есть, это может привести к вот этому. Следующим этапом это является внедрение в школы понятия так называемых гендеров. Когда многим нам говорят гендер, мы так его представляем, ну это гендер-пати, мальчик или девочка, да? Нет, это не так. На самом деле у нас, или же там это мужчина-женщина, равноправие между мужчином и женщиной, когда говорят гендер на равенство. К сожалению, это не так. В законе у нас, скажем, в международных документах, в ВОЗовских документах, это сказано, что это социальный конструкт. Как себя сконструировал, тем ты и являешься. Более 78 гендеров существует, или там более 300 гендеров, уже невозможно за количеством вот этих гендеров уследить. Там гендер, это не мужчина-женщина, это роли. Я сегодня себя в роли мужика ощущаю, я сегодня мужик, к примеру. Или я бесполое существо, с этой порывы ко мне должны обращаться они, а гендер. Это вот как раз в школьном предмете глобальная компетенция его ввели. Спасибо Казахстанскому Союзу Родителей и родителям, тех, кто принимал участие в этой битве, войне. 7 месяцев эта битва шла для того, чтобы убрать из школьного предмета вот это понятие гендера или агендера, понимаете? Теперь вот это понятие опять заходит в школы. 29 июля 2024 года закончилось голосование в НПА ЕГОВ, где проекта постановления правительства, где в школы вот это слово гендер и гендерное равенство, оно заходит. Я не знаю сейчас на какой стадии этот проект постановления правительства находится, подписано оно или нет. Этот проект постановления правительства был принят, ну смотрите, вот какое искажение пошло. Его приняли во исполнение поручения президента. Президент говорил о равноправиях между мужчиной и женщиной. Там вообще по слову гендер или гендерное равенство не говорилось. Но однако во исполнение вот этого указа президента о равноправиях между мужчиной и женщиной, под этот шумок, в этом проекте постановления почему-то разработчики именно в школах включили понятие гендер и гендерного равенства. И дальше, какое отношение имеет это к психиатрии? Дело в том, что вот сами наши отечественные психиатры из республиканской психиатрической больницы говорят, люди ошибочно думают, что гендер это пол биологический, это не пол, это гендер. И для того, чтобы это психиатры наши говорят, и для того, чтобы говорить, можно было менять пол, не обязательно проводить там какие-то хирургические операции по смене пола. Если человек заявил себя, что он является там, ну гендер на себя идентифицировал, и если это вот эта комиссия психиатров это утвердила, то в этом случае необходимо просто ему поменять документы. Это вот как я, да, вот я сейчас такая хожу и говорю, знаете, я сегодня вот, я с этого дня, называйте меня не Алия, а Али, я теперь мужик. Иду и вот это, прохожу вот эту психиатрическую комиссию, мне вот это говорят, все, она с этой поры теперь мужик, и я иду, меняю документы. Это представляете, какое вот это все это начинается? Откуда клиентуру брать на вот эти смены пола, на вот эти, так скажем, употребления вот этих препаратов, чтобы снижать их гормональное развитие? Это же тоже большой бизнес, да? Это вот это наши дети. И эти программы как раз-таки под видом репродуктивного здоровья, под видом вот этих гендеров заходят в школы. И когда, и это же вот этот школьный предмет глобальной компетенции, его должны были проводить психологи. И вот это, да, и теперь психологи его провели, если ребенку в школе он там рассказали про вот эти все виды гендеров, а гендеров, да, и ребенок там, ну, это, это как пластилин, да, ребенок. Ему вот такие вот данные дали, со всех СМИ про это говорится. И если ребенок себя так посчитал, дальше, например, ну, слава богу, мы добились, когда при рассмотрении кодекса здоровья народа, что с 21 года, хотя мы вообще были полностью против, там смена пола с 18 лет в проекте кодекса была, а тут хотя бы с 21 года. И наши отечественные психиатры по этому поводу сетуют и говорят, надо с 18 лет, чтобы смена пола была, вот эти блокаторы полового созревания нужно раньше пить. И вообще, вот если там человек себе заявил, что он не принадлежит к какому-либо гендеру, то тогда не обязательно, нельзя его в психиатрическую больницу ложить, а сразу же вот мы, вот комиссия, должны принять решение, какому гендеру он принадлежит и нужно ли ему хирургическое вот это вмешательство, ну, то есть по смене пола. То есть вот это, это у нас сейчас происходит. И вот эта Соросовская ветка как раз над этим работает для того, чтобы те люди, которые объявили себя, что они не мужчина, не женщина или какому-то другому, какому-либо гендеру, чтобы их не ложили в психиатрические больницы. Но мое мнение это такое, чтобы, знаете, трех психиатров из вот этой комиссии, которые будут штамповать потом вот эту смену пола и ставить диагноз расстройство половой идентификации, вот этот поток детей, когда, как они планируют, чтобы пошли со школ, в дальнейшем они уже станут взрослыми, да, чтобы можно было не вот этих всех психиатров, всех психиатрических больниц как бы им рассказывать, что не ставьте им всех диагнозы, да, а вот этих всего через вот этих трех комиссий психиатров, чтобы это проходило. То есть мое мнение это для этого было сделано. Над этим сейчас Соросовская структура, ну, ветка работает над тем, чтобы все это у нас в Казахстане стало реальностью. И поэтому для того, чтобы получать клиентуру, сейчас активно, особенно в этом году, именно по поводу секс-просвета, по поводу гендера, начали эти темы очень сильно муссироваться. Скорее всего, вот этот сейчас громкий случай, который козлординский случай, да, изнасилование или что еще, пока непонятно, расследование не закончилось, оно только началось. То есть сейчас его будут, скорее всего, использовать для того, чтобы в школах вот эти так называемые репродуктивное здоровье, либо половое просвещение, либо секс-просвет, не знаю, под каким видом оно зайдет, будут его вот, чтобы, оно будет пытаться зайти в школы. И под вот этим постановлением проекта правительства тоже, скорее всего, вот это понятие гендеров, гендерного равенства, оно тоже будет заходить в школы. И как раз таки, вот если по опыту западных стран смотреть, именно психологи школ проводят, проводили вот эти вот тесты, они дальше направляли детей в медработнику, медработник уже, получается, дальше направляет вот эти молодежные центры здоровья у нас. В Казахстане сейчас существуют молодежные центры здоровья, как раз таки направлены на психиатрию, то есть на охрану психического здоровья, репродуктивного здоровья для исполнения статьи 92 Кодекса здоровья народа. Почему-то взяли именно вот это репродуктивное и психиатрию. И как раз вот это репродуктивное и психиатрия, оно рядом находится. Вот эта смена пола или там вот эта гендерная идентификация, это все рядом находится, и это молодежные центры здоровья. Скорее всего, у нас вот таким вот образом планируют. И единственное, что они сейчас одномоментно в школы во все зайти не могут, ну вот как вот по псих-тестам, это стало республиканским проектом, и это зашло. И скорее всего, сейчас будет попытка зайти и сделать это так республиканская программа, вот эти половые, половое просвещение. Понаблюдайте сейчас за СМИ, понаблюдайте за комментарием. Вы это прямо очень четко, это будете отслеживать. Что как родители вы можете с этим сделать? Еще раз повторюсь, информированное добровольное согласие. Без вашего добровольного информированного согласия, какие-либо иные информации, которые не относятся к школьной программе, не могут давать. Даже если это к школьной программе относится, и вы видите, что, например, как в глобальных компетенциях, да, вот это понятие гендера, гендера, там еще много таких было такой деструктивной информации, и мы тогда написали жалобу в Генеральную прокуратуру как расследование малолетних. Если вы видите даже в школьной программе какую-нибудь информацию, которая расследует ваших детей, вы можете про это писать жалобы про наши правоохранительные органы. Плюс, как вы можете защитить собственного ребенка, это написать заявление в школы, чтобы на весь период, без вашего согласия, и там как раз вот эти разработанные заявления, оно имеется и в Казахстанском союзе родителей, и в нашем телеграм-канале на казахском, на русском языке, и там как раз перечислены в этом образце, по каким манипуляциям в отношении вашего ребенка психологи школы и работники школы не могут добраться. Только по каждой манипуляции должны брать вашего согласия. Если без вашего согласия было такое, вот лично моим племянникам так делали, несмотря на то, что мы писали заявление, в школах им подсовывали вот эти вот тесты. Хорошо мы научили своих племянников, они фотографировали, тут же мне отправляют. Я читаю, говорю, это же психтест. Это как раз на выявлении депрессии и тревожности. И потом психолог школы, ой, я не знал, мне директор школы не сообщил, начинал оправдываться. Пока мы еще до крайних мер не дошли, потом в дальнейшем они перестали моих племянников трогать. Но если бы они бы тронули бы, я бы, например, дальше бы пошла бы и писала бы жалобы. И до конца пошла бы. И судилась бы за то, что они нарушили информированное добровольное согласие. Кстати, наш сейчас фонд запустил одно дело, где вот пятерых детей у мамы забрали, одиночки, да, за бедность. И поместили в центр адаптации несовершеннолетних. Без согласия родителей мамы двоим детям поставили психдиагноз. И вот как раз-таки мы сейчас начали, у нас начался судебный процесс, что без согласия мамы, которая не была лишена и ограничена родительских правах, поставили психиатрические диагнозы детям. То есть вот сейчас у нас вот этот судебный процесс начался. Если вдруг в обход вашего добровольного информированного согласия все-таки какую-то манипуляцию провели без вашего согласия, то тогда рекомендую прям до конца идти и судиться, и прям восстанавливать. Вам сейчас такое время пришло, что нужно держаться за свое добровольно информированное согласие. Спасибо за внимание. Спасибо всем за внимание. Идет конференция в Союзе родителей на YouTube-канале. Там не только сейчас моя тема, там озвучивается, как заключить договора со школами правильно, какие подводные течения в договорах со школами имеются, как подавать правильно, вот в данный момент сейчас будут рассказывать, как подавать заявления в школы. Также по новым законам, какие вот опасности в новых законах есть. Вот эти все моменты юристы, общественники, активисты Казахстанского Союза родителей об этом вам расскажут. Поэтому можете присоединиться, ссылка в сторисе, либо вы можете потом зайти на YouTube Казахстанский Союз родителей и полностью этот эфир посмотреть. Спасибо за внимание. Продолжение следует...